Создание комплекса архивных документов, кино и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне в Карачаево-Черкесии. По таким названиям Общественная палата республики провела круглый стол с участием работников музеев и других заинтересованных лиц. Подробности у Алибаташева. Шествие бессмертного полка, парады победы воодушевляют и объединяют всех россиян. Под каждым портретом ветерана своя уникальная история, достойного увековечивания и памяти предков. Но узнать ее на имеющихся в интернете ресурсах не всегда возможно. Устранить этот пробел – задача каждого гражданина страны, считают участники круглого стола. Очень много неизученного еще на руках у населения. Если по книгам памяти, допустим, мы можем определить того или другого участника Великой Отечественной войны, что он где-то погиб, большой вопрос именно по тем фронтовикам, которые вернулись и там прожили долгую счастливую жизнь, и они уже покинули этот мир в современное время. Их данные, их материалы, их награды – это все хранится в семьях. И кроме того момента, когда их потомки выходят на бессмертный полк, мы о них практически ничего не знаем. Данные об участниках Великой Отечественной войны частично представлены в интернете, но этого недостаточно. На сегодняшний день выгрузкой архивных материалов занимается само Министерство обороны. Они содержат несколько интернет-ресурсов, таких как ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», куда они выгружают оцифрованные копии документов. Во многих из них есть учетно-послужные карточки офицеров, также наших земляков, которых мы находим. Это сканированные документы с местами их призыва, службы и так далее. Также документы по наградам. Важно систематизировать работу всех ведомств и заинтересованных лиц для создания общей электронной базы фронтовиков-ветеранов-участников Великой Отечественной войны в Карачаево-Черкесии. Одними усилиями государственных учреждений, музеев, органов власти, без участия населения республики решить эту задачу практически невозможно. Имеющиеся на руках сведения об участниках Великой Отечественной войны можно оцифровывать и выгружать на сайты лица Победы Государственного историко-культурного и природного заповедника имени Марии Байчоровой и другие. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.